Жалость перестает быть жалостью, когда она начинает вредить. Челнинцы начали замечать на дорогах города инвалидов-колясочников в военной форме, которые просят милостыню. Но порой вместо денег они получают грубость со стороны автолюбителей. С чем это связано и кто эти люди, которые, рискуя жизнью, выходят на проезжую часть. А сколько накопили уже? Это коммерческая тайна. Это уже коммерческая тайна. Этого мужчину сотрудники ГИБДД задержали на пересечении проспекта Мусы Джалиля и улицы Батинчука. Именно его фотографии в соцсетях публиковали челнинцы с просьбой обратить внимание госавтоинспекции на проблему. Инвалид нередко создает аварийные ситуации и мешает проезду. Мужчин, просящих милостыню на дорогах, трое. Все они приезжие называют себя инвалидами, получившими травмы в боевых действиях. Один из них дежурит на ГЭСе, двое других в новом городе. По словам сотрудников ГИБДД, они выбирают наиболее оживленные перекрестки, ведь здесь шансов собрать какие-то деньги намного больше. Как раз на одном из таких участков, рядом с остановкой Орловка, инспекторы ГИБДД задержали еще одного мужчину. Еду по дороге, люди деньги дают. А в другом месте нельзя это делать? Можно. А зачем именно на проезжей части? Вы же аварийную ситуацию создаете. Летом я могу сидеть, где пешеходы, около рынков, подземные переходы. Но я замерзаю, потому что у меня неправильное кровообращение. Либо мне надо пить, чтобы кровообращение, чтобы согреваться, либо двигаться постоянно. 31-летний уроженец Санкт-Петербурга признается, что ездит по городам и собирает деньги. Но из-за гонений со стороны правоохранительных органов ведет кочующий образ жизни. О том, что нарушает закон, мужчина знает. Можно же сделать это на бульваре, где нет транспортных средств. Ну, там просить надо. Это уже уголовная статья. Ну а здесь что? Здесь административная статья. Каждый объясняет деятельность по-разному. Кто-то желает помочь сыну, который отбывает наказание в местах лишения свободы. Кто-то собирает деньги на протез. Так, по словам мужчины, собирающего милостыню у одного из торговых центров, он таким образом уже собрал полсуммы, необходимой для покупки немецких протезов. В день, по его словам, выходит по 2-3 тысячи рублей. На помощь со стороны властей, говорит Олег Белов, он не рассчитывает. Мы отдали долг. Все, уже не нужны. Сами понимаете. Дай Бог здоровья. Ну, все-таки старайтесь на дорогу не выезжать, да? Я вообще не выезжаю. Тех же, кто пытается собирать деньги на проезжей части, челницы воспринимают негативно. На дороге все-таки движение идет, чтобы не мешали все-таки. Опасную ситуацию могут создавать. Мешает движение. И для себя тоже у них опасность. Они не вызывают доверия. Такое ощущение, что они собирают деньги для кого-то, не для себя. О том, что это организованный бизнес, говорят и в ГИБДД. И челнинцев просят помочь в борьбе с ним. Мы прежде всего обращаемся к жителям города. Не идти на поводу у этих людей. И как только такие люди появляются на дорогах, немедленно звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 002 или 37 95 59. Заложники ситуации – нуждающиеся в лечении или мошенники. Помогать им или игнорировать – каждый решает для себя сам. Однако, пока такой вид заработка существует в набережных Челнах, ГИБДД просит внимательнее быть на дорогах, чтобы избежать тяжелых последствий. Ландыш Капранов, Андрей Буслаков, Челны, 24.